Гранд Шриман Бхагаватам, песня 1 глава 8, молитвы царицы Кунти, текст 15. О Шаунака, несмотря на то, что выпущенную Ашватхамой сверхмощную брахмастру нельзя было ни остановить, ни отразить, и ей невозможно было ничего противопоставить, она была нейтрализована и отражена, натолкнувшись на силу Вишну, Господа Кришны. О Шаунака, несмотря на то, что выпущенную Ашватхамой сверхмощную брахмастру нельзя было ни остановить, ни отразить, и ей невозможно было ничего противопоставить, она была нейтрализована и отражена, натолкнувшись на силу Вишну, Господа Кришны. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримадачи Бхактивданте с Вами пропаду. В Бхагавадгите говорится, что Брахмаджоти, ослепительное и трансцендентальное сияние, покоится на Господе Шри Кришне. Иначе говоря, ослепительное сияние, именуемое Брахматеджас, есть не что иное, как лучи Господа, подобно тому, как солнечные лучи являются излучением солнечного диска. Итак, несмотря на то, что в материальном мире ничто не может противостоять этому оружию Брахмы, оно не устояло против Верховной Силы Господа. Это оружие Ашватхамы, называемое Брахмастрой, было нейтрализовано и побеждено личной энергией Господа Шри Кришны. Иначе говоря, Он не нуждается ни в чьей помощи, ибо Он абсолютен. О Шаунака, несмотря на то, что выпущенную Ашватхамой сверхмощную Брахмастру нельзя было ни остановить, ни отразить, и невозможно было ничего противопоставить, она была нейтрализована и отражена, натолкнувшись на силу Вишну, Господа Кришны. Итак, здесь описывается могущество этого оружия Брахмастра. Мы уже говорили об этом, но мы не говорили, откуда берется сила любого оружия. И говорится, что источником любой силы является Брахмаджоти, ослепительное сияние, или трансцендентальное сияние, которое исходит от тела Господа. И это сияние, эта энергия является источником любой силы, как в духовном, так и в материальном мире. Это сияние очень необычное, его называют еще Бала-Шакти. Бала значит сила, сила исходящая от Господа. И есть шесть качеств, которыми обладает Бхагаван, и одно из них – вся сила. Вся сила. Вся сила сконцентрирована у Кришны. И он является источником любой силы. И здесь говорится, что это удивительное оружие Брахмаджоти является верхом совершенства в военном искусстве. И тот, кто мог выпускать эту Брахмастру, практически точку ставил в любой войне. Все. Если вы можете выпустить Брахмастру, ей управлять, то вы ставите точку в любой битве. Потому что вы можете целенаправленно уничтожить всех. Одной Брахмастра. Это не так делается, что одного человека, одной Брахмастра, и другого солдата, другой Брахмастра, и третьего. Это нам, допустим, миллион человек в армии, и вы миллион Брахмастра выпускаете, и каждому в глаз попадаете этой Брахмастра. Как мы говорили, кончик, ушко иголки сбивает Брахмастра. Так можно ее направить. Нет. А Шватхама выпустил одну Брахмастру. И цель этой Брахмастры была уничтожить весь род Панду. Всю династию уничтожить Куру. Все абсолютно. Одной Брахмастра должны были быть уничтожены все. Даже те, кто находился в очреве. Женщины. Представляете? И женщинам это не причинило бы никакого беспокойства. Я уже объяснял. Должен был убит быть только плод. Очень удивительное оружие. Практически это была точка в битве. Все. А Шватхама решил поставить точку в этой битве. Очень удивительное оружие. И говорится, это оружие Брахмы. Это оружие Брахмы. У Брахмы самое сверхмощное оружие есть. Это Брахмаджоти. Какое? Он принимает эту силу на себя. Брахмаджоти. Сияние. Из духовного мира. Паравьема называется. Духовное небо. Он может черпать оттуда эту силу. Брать эту силу. И появляется это оружие. Брахмастра. Астра означает оружие. Брахма. Это значит исходящее из Брахмана. И через Брахму оно появляется в материальном мире. И говорится, что никто не может противостоять этому оружию. Никто абсолютно. Ни полубоги, ни демоны. Никто не может. Это ужасное оружие. И в Шастрах, когда учитель обучал ученика, как выпускать Брахмастру, как ее производить, это было верхом совершенства. То есть вы должны обладать таким уровнем сознания. И такое тайное посвящение это было, когда обучали выпускать Брахмастру. Очень удивительно. Это был финал всего военного искусства, всей военной дисциплины и всего военного этикета и нравственности. Поскольку все войны были религиозными и строго велись по принципам религии. То есть по шастрам люди воевали. Поэтому я рассказывал, как если раковину трубили, все прекращали сражаться. Сейчас если вы трубите в раковину, даже ее никто не услышит, все будут биться. Как вы там не кричите в мегафон, там хватит, все, все равно дерутся все. Все разгоряченные, никто не контролирует свои чувства. Но тогда все войны контролировали. Все знали, что если раковина звучит, все, надо тут же опустить оружие. Тут же опустить оружие. Даже если ты будешь убитым. Сейчас вы, может, видели иногда в таких поединках боксерских. Гонг звучит, а они все равно еще друг друга. И там судья бежит, их разнимает, а они еще там по судье бьют. Они все уже, они не управляют, они все уже в таком, в раджестве находятся. В пылу, в задоре. Есть описание, как Дурият Хана, он постоянно соревновался с Пхимой. С Пхимой, одним из братов Пандао. И Дроначарий иногда делал такие, как бы, петушинные бои. Потешные бои. Приходил, приходил Дритараштра, приходили старшие рода, они садились. И Дроначарий говорил, ну, хотите посмеяться? Ну, хотим. Ну, давайте, Дурият Хану зовите и Пхиму. Дроначарий знал, что у них между ними всегда конфликтная ситуация. Но Пхима, он не испытывал каких-то проблем Дурият Хане. Он просто все время над ним издевался, подшучивал. Но Дурият Хана считал врагом Пхим. Одно упоминание о Пхиме, и он сразу, у него настроение портилось. А у Пхимы, наоборот, как только одно упоминание о Дурият Хане, он дико начинал хохотать. И у него сразу тысячи планов, как его подколоть, как его ущипнуть, как ему что-нибудь сломать. И он при этом дико хохотал всегда. Там описываются игры, детские игры Пхимы и Дурият Ханы. Когда они шли купаться, Пхима всегда подныривал под Дурият Хану. И за ноги его хватал. И утаскивал его на самое дно реки. И держал там. Пхима был очень огромным, могучим ребенком таким. И у него были легкие, огромные. И он держал его, пока тот не начинал тонуть. И когда он начинал тонуть, он его сам вытаскивал и спасал. И откачивал. И при этом дико хохотал. Показыватель Бхагавадгиты, Санджая, он говорит. Только вспоминая беседу этих двух великих душ, мы-то можем подумать. Там одна великая душа была, Кришна. Нет, если мы задумаемся и проанализируем положение Арджуны, мы будем потрясены. Такая личность. Вы посмотрите, какие качества. Величайшая душа. И поэтому Санджая говорит, когда я вспоминаю беседу этих двух величайших душ, великих. Он говорит, волосы на теле встают у меня дыбом. Как они прекрасны. Какие личности. И я вновь и вновь хочу услышать это. Вновь и вновь. Такие великие личности. И Арджуна был так счастлив. И он подумал про Дурьяд Хранова. Какая благородная личность. Он позаботился обо мне и отдал Кришну мне. И Арджуна подумал, ну так они же проиграют теперь. И Арджуна стал сострадать. С этого момента Арджуна стал сострадать кауралу. Потому что для Арджуны было понятно, что если Кришна на его стороне, все уже решено. У Арджуны было такое сознание. Он это понимал, что если Кришна со мной остается, то уже все понятно, что мы победили. Потому что Арджуна иногда называл Кришну. О, супруг богини удачи. Он так его называл. О, супруг богини удачи. И Прупада говорит, иногда у Арджуны что-то включалось. И Арджуна видел, что Кришна бог. А иногда раз выключалось. И он думал, да друган мой, какой бог. Иногда опять что-то включалось. Так Кришна делал. Так делал Кришна. Иногда он включал. Поэтому Кришна сказал Арджуне, от меня исходит память, знание и забвение. Иногда Арджуна вспоминал. Кришну что, Кришна необычная личность, а он верховная личность бога. Иногда и забывал. И он поэтому все время в таком странном состоянии пребывал. В очень странном состоянии Арджуна находился. Итак, источником всей этой силы, о чем я рассказывал, в Двараке. Эти все просторы, эти все богатства несметные. Вся физическая сила, все мистические силы. Почему здесь еще в предыдущем стихе называют Кришну йоги-швара. Повелитель мистических сил. Что все эти мистические силы исходят от Кришны. И только с его санкции они в ком-то могут проявляться. И Ашватхама выпустил Брахмастру. Но он не делал это независимо. Эта Брахмастра брала силу из Брахмана. Из сияния Кришны. И Кришна, являясь повелителем мистических сил, управлял всем этим. Всем этим он управлял. И говорится, только один Кришна мог своей энергии противостоять всему этому. Только Кришна. И Кришна защитил. Махараджа Парикшита. Защитил последнего потомка Куру. Куру был необычным царем. Так настолько благородной личностью Куру узнал о том, что если он вспашет поле без остановки, не будет ни спать, ни пить, ни ест, ни есть, и вспашет поле плугом, золотым плугом, то все живые существа получат благо. Почему называется поле Курукшетры? Вот это поле когда-то, некогда, вспахал Куру, царь Куру. Один. Это был такой вид Тапаси, описанный в шастрах. Вернее, тогда не писали шастры, ему сказали, вот шастра, говорится, что все по памяти. Что если царь вспашет это поле, это было невозможно, ни физически, и духа бы ни у кого не хватило. До него никто не мог это сделать. Хотя многие пытались. И Куру, на благо всех живых существ, решил отдать свою жизнь. И он стал пахать это поле. И Индра, как всегда, забеспокоился о своем положении. И когда он вспахивал поле, Индра появился перед ним. И сказал ему, протяни правую руку. Куру без всяких, он пахал, даже не остановился. Он так пашет, и тут Индра за ним идет. Протяни правую руку. Он говорит, пожалуйста. И протяни. И Индра ему отрубил правую руку. И Куру даже внимания на это не обратил. Он с одной рукой продолжал пахать. И Индра, он был потрясен. Индра был потрясен такому самоотверженному положению Куру, что он так благороден, он не замечает ничего. Он отрубил ему правую руку, и Куру продолжал пахать. Кровь текла, и он одной рукой. И он не остановился бы. Столько силы в нем было. Столько желаний, что Кришна стал ему помогать. И тогда Индра вернулся. И Куру допахал поле. И вот это после этого, это поле, которое вспахал Куру, царь Куру, стало называться Курукшетра. Курукшетра. Это необычное место. Оно всегда существует. И каждый раз, в какую-то эпоху, царь Куру его вспахивает. И оно становится местом паломничества. Всегда. Итак, Кришна защитил Махараджа Парикшета, и здесь говорится, который был, здесь он назван последним из династии Куру. Если бы Махараджа Парикшет был убит Ашватхамой, его брахмастрой, род Куру был бы прерван, поскольку все мужчины рода Куру должны были погибнуть. Все абсолютно. Все до одного. Итак, Лакшмедеви. И говорится, что Лакшмедеви никогда не покидает груди на районе. Где Кришна, там удача, победа и процветание. В Бхагавадгите Санджай об этом говорит. Там, где Господь Кришна и Арджуна, там удача, победа, процветание и все остальное. Там находится все это. Где Арджуна и где Кришна. То есть там, где действуют в соответствии с наставлениями Бхагавадгиты, если человек живет в соответствии с этим диалогом между Кришной и Арджуной, то есть понимает этот диалог и действует в соответствии с этим диалогом. Там присутствуют Кришна и Арджуна. А раз там Кришна и Арджуна, то там что? Удача, процветание и победа. Таким образом, если мы с вами действуем в соответствии с Бхагавадгитой, то тогда Лакшми присутствует. И Кришна говорит, насколько человек предается мне, то есть, насколько он действует в соответствии из Бхагавадгиты. Что такое Бхагавадгита? Песнь Бога. Почему песнь? Потому что он духовен. А в духовном мире каждое слово что? Песня, а каждое движение танец. Поэтому мы говорим все время о танце расы, о танцах всевозможных. И мы сами тут все время танцуем. И мы поем. это духовная атмосфера. Мы не говорим прозу, мы поем. Хари, харая, рама, Кришная, давай, дама. Мы поем. Все складно, все в строчку, все в рифму, и мы танцуем. Каждое движение танец. Каждое слово песня. Поэтому Бхагавадгита, Шримад, Бхагаватам, все это песни. Бхагавадгита это песнь, пропетая Богом. Это не просто диалог какой-то, это песня. Первая песня сейчас мы читаем. Шримад Бхагаватам песнь первая, глава восьмая. Все это песни. Куплет такой-то. Куплет такой-то. Какой куплет? Сегодня мы читали пятнадцатый куплет. Удивительно. Стих. И есть в самоведе как правильно надо петь Шримад Бхагаватам. Его поют. Его не просто так повторяют. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Нет. Его поют. Песнь. Этот стих нужно пропеть на самом деле. Брахмани, да? Это с определенной... Кришна устраивал так. Так и преданный ученик, когда он предается духовному учителю, то вкусы духовного учителя могут через него распространяться. он сам может не иметь, но вкус гуру через него проходит, поскольку он от его имени проповедует. Понимаешь? И получить садху-сангу это значит получить общение хорошего ученика. А мы можем иметь каждый день общаться с такими вечностями. Всегда в храме есть один или два, которые предались. Просто мы не замечаем их. Нам кажется, что вот должность какая-то... Ну он же все равно не оригинальный секретарь, что с ним общаться? Ну это должности. Это должности. И порой мы вынуждены, как люди смотрят на должность и думают, не всегда это соответствует. Не всегда. Хотя Брахма говорит, что в духовной жизни, если человек получает какую-то должность, в духовной жизни, и он получает в духовной жизни какую-то должность, то это говорит о том, что он очень продвинут духовную жизнь. Но так не всегда. Поэтому есть должность А есть еще какие-то определенные качества Человек может занимать какую-то должность Но не обладать определенными качествами Понимаешь? Поэтому иногда преданные Они на должность смотрят На атрибуты Вот шнур, три кантималы И что такая должность? Столько санскрита Ну вообще Чистые преданные Но рассказывается, что Равана У него был шнур Все было И он был кто? Шастрагя Он имел титул Шастрагя Знаток шастр Наизусть знал Он мог так произносить мантры Говорится, что ни один полубог не умел так произносить И полубоги его приглашали На свои жертвоприношения Чтобы он читал и руководил Раванами полубогов Чтобы те правильно произносили мантры И он прямо во время жертвоприношения Раз увидит какую-нибудь женщину Бросится и побежит за ней И они думают Ну как же так? Такой продвинутый Что же такое? Такой был Равана Видишь? Шастрагя Все Вы можете думать А он Только женщина появляется Все Все мозги сразу Жена Индри придет И все И он уже И уже Мускулами играет Все уже забыл Ложку бросил Гирлянду оторвал Все И уже там И они нам помочь провести яги. И он приходил по убогам, яги проводил. Но как только женщина появлялась, Где-то колокольчик брякнул, или запах какой-нибудь пошел. Все, он уже. Сыр! Все у него. Выключался сразу. Поэтому общение садху-санга может происходить на таких уровнях. Есть садху, несомненно. И есть слуги садху. И когда есть очень хороший слуга, то мы можем также через него получать это общение его садху. Понимаете? То есть мы вроде бы общаемся это с Федькой, но Федька так предался какому-то с вами, что общаясь с Федькой, мы получаем общение того с вами. Понимаешь? Как Санджая. Он так предался в Ясадеве, что через Санджаю вы получили общение Арджуны и Кришны. Вы получили общение в Яссы. Санджая. Такая слава Санджая. И Санджая нигде ничего такой скромный. Ну, мы говорим Санджая. Мало даже кто говорит Санджая, Санджая. А по милости Санджая мы Бхагавадгиту читаем. Как он оказался смиренен, что где-то там скользь Санджая. Мы говорим о Вьясе, говорим о Нараде, говорим о Дритараштри, говорим даже о Дурьятхане, о Душасе. А Санджая много ли мы повторяем? Санджая. Он оказался смиренным и поэтому даже в шастрах так смиренно о нем сказано. Санджая. Вот тебе Садху Санга ежедневная. Поэтому говорится, что Садху он как бы не заметен такой. Он заметен этим нектаром, что он имеет вкус говорить о чем-то, что связано с духовной реализацией. Такие люди есть. Есть мукта-санга. Про упада говорит надо мукта-сангу получать. А не мукта-санга. У кого-то в башке там все одни деньги, женщины, да всякая мура. И он еще про Кришну там пытается вам что-то говорить, но сам думает только об этом. Это его цель жизни. Он только об этом. Конечно, вы получаете мукта-сангу. Мукта-санга тот, кто думает на самом деле, как выбраться, как удовлетворить духовного учителя. И он на самом деле на этом сконцентрирован. Если вы общаетесь, вы получаете это. Потому что так же настроен его гуру по отношению к своему гуру. Это дух парампары. Это как бы токсан. Как удовлетворить гуру? Практически это и есть. Анукулья. Анукулья сева. Это является жизненной силой бхакти. То есть мы поливаем этой анукульей с желанием удовлетворить. Тогда бхакти начинает процветать. Когда мы делаем какое-то, может быть, не совсем совершенное действие, но оно именно совершается для удовлетворения Кришны. Поэтому Кришна говорит, в этом мире любое действие сопровождается недостатками. Таков мир материальный. Вы не можете здесь что-то такое, идеальное сделать что-то. Это невозможно. Все будет сопровождаться недостатками. Поэтому не надо удивляться. Но Кришна говорит, это не дает тебе права не исполнять своего долга. Долг всех живых существ заниматься любовным, чистым, предным служением. Так описано в шастрах. Что это долг каждого живого существа стать чистым, бредным. Еще есть вопросы? Мы на лекции говорили, что четыре типа любви стоят на преданное служение. По страте душевным, принимающие авторитеты, по милости, и по милостям. А как это соответствует продающим, сдающим? Четыре вида благочестивых людей предно служат мне. Те, кто в беде, те, кто жаждет материального богатства, любопытные и занятые поиском абсолютной истины. Так Гьяни, Кришна говорит, лучшие из всех. Из неофитов самые лучшие Гьяни. Все это четыре уровня неофитов. В беде, жаждущие материального богатства, любознательные и занятые поиском истины. Они все неофиты. Так лучшие из неофитов Гьяни, кто заняты поиском истины. А вы давали другую распаду, четыре, по-другому немножко. Вот, например, по простоте душевной, это кто из тех, но сдающие, страдающие? По простоте, наверное, такие, страдающие. Пхаем, да шоком всякие, скорбящие, сомневающиеся. Но Кришна говорит, для сомневающейся души нет, счастья ни в том, и ни в этом мире. Это демон сомнений, он все уничтожает. Когда сомнения вкрадываются, наше сердце все рушится. Поэтому Кришна, вернее, Раджуна, он просит Кришну устранить его сомнения. Поэтому он его называет О-Кишава. О-Кишава, устранимый, победитель демона Кеши. Этот демон сомнения пробрался в меня, и я боюсь, что он все там уничтожит. Когда сомнения вкрадываются, человек в духовной жизни прямо очень сильные, большие проблемы. Терпит. Если вы начинаете сомневаться в процессе, сомневаться в духовном учителе, сомневаться в силе, в могуществе, славе, святого имени, ваша духовная жизнь прямо на грань уходит. Как бы на волоске, или как дети там говорят, на ниточки, на волосочки, на сопельки. Вот представим, на сопельки уже держимся. Потому что сомнения нами. Поэтому Кришна говорит, для сомневающейся души нет счастья ни в этом, ни в том мире. То есть ни в материальной жизни, ни в духовной, вы не будете удачны, если у вас куча сомнений. Это страдающие, говорится, предаются пхаян, те, кто предаются из страха. Следующие, аша, их называют. Аша, это значит, поклоняющиеся Кришне и стремление получить материальную выгоду. Любопытные есть джигиасур. Удовлетворить любопытство, и на этом тоже может все прекратиться. И есть те, кто картавья-будхи их называют. Они служат Кришне из чувства благодарности. Так вот, путь анартхани, врити, богавы, раги, это результат картавья-будхи. Картавья-будхи это служить Кришне из чувства благодарности. То есть, что вы осознаете, что Кришна вам дал столько, что вы теперь должны всю жизнь быть Ему благодарны. То есть, вы только отдаете все Кришне, потому что вы уже получили. Вы осознаете, что вы столько получили от Него, и вы все начинаете отдавать. В неоплатном долгу себя чувствуете перед Кришной. Вот такое служение называется служением в гуне благости. Вот кто-то тут говорил, вот, не поднявшись до гуны благости, там, нужно очень понять хорошо, что значит подняться до гуны благости. Это вы находитесь на уровне картавиа-будхи. Вы служите Кришне, следуете всему из чувства благодарности. Поэтому вы ничего не хотите получить, вы наоборот хотите отдать, потому что вы в долгу перед Ним. И вот этот уровень картавиа-будхи, он выводит человека на уровень раги. Вот что такое благость в нашем понимании. А не так, как некоторые думают, гуна благости, это вот как там классическое описание картавиа-будхи. Вы исполнены прямо этого ощущения, что Кришна вам столько дал, что вам тысячи жизней не хватит перед Ним расплатиться. И вы хотите расплатиться перед Ним. и вы так начинаете служить. Все, вы поднялись на этот уровень. Пхае, Аше, это такие уровни невежественные. Любопытство, это все, материальное богатство и страх. еще есть вопрос. Расскажите подробнее о том, как можно предлагать фитиль праздника, как он смысл праздника. Что можно взять? фитиль. Фитиль, огонь и изображение Дамодары. Да, фитиль, огонь и изображение Дамодары. Дамодары, это вот Кришна связанные мамы Ишоды. Там она его пытается связать и он такой пупс такой. Даже вы можете мантры не пройти, просто говорить о, Дамодара, я вообще восторген нафиги с моей любовью и преданностью. Самое главное искренность ваша, желание и искренность. Парупада описывает, по большому счету ничего не нужно, кроме желания и искренности. Это самое главное еще преданное служение. Желание удовлетворить Кришну и делать это без обмана, без каких-то лицемерий. Это искренность. И Парупада еще называл искренность это при любых обстоятельствах продолжать это делать. Что бы ни случилось. Вот эти два самых важных критерия. Желание и искренность. И Парупада говорит, по сути дела не надо ни санскрита, ничего. Можно обойтись без многого, но без желания, без искренности все, ничего нет. А если есть желание и искренность, все, как-то прилипнет, все, что надо. Как магнит, все притянется. есть еще вопросы? Медвежонок Как этот? Медвежонок есть такой? Медленный. Как называется? Куала. Как Куала. Я вспомнил, как Бахтиопам Махараш есть некоторые люди такие, они говорят, как эти медведи, Куалы. Вот Куала, он говорит, такой, ползет такой по дереву и тигр сзади нападает и уже пол спины ему съел и он такой. Уже пол спины съели. Кто там? Говорится, что внутри у живого существа есть отношение с Кришной, а также чистота как в зеркале остается даже по своим грязям у человека есть чистота как в зеркале. И когда, например, мы слушаем или читаем романы, мы можем мерзкими героями привлечься, они даже очень сильно могут привлечься. А когда читаем от речи, такого не происходит. Хотя мы больны желтухой. Все очень просто. Мы больны желтухой. Прупада дает классический пример. Когда вы больны желтухой, то сахар он горький. Вот почему мы не испытываем сладости. Мы больны материальными болезнями. Сердце наше испечлено анартхами и материальными желаниями. Поэтому мы не испытываем вкусы. Но как только нам дают что-то такое. Прупада два примера приводит. Когда больной желтухой это сахар горький. Поэтому сладости не испытываем. И приводит второй пример. Когда свинье дают апельсины испражнения, она выбирает что-то. От наши хвостики крючком, наши рыльца пяточком. Ай-лю-ли, ай-лю-ли. Вот почему мы не испытываем сладость апельсинов. И нас все тянет к этим. К бекашкам. Что сделаешь? Как только нам предлагают вот эти вот. Мы тут же радостно читаем, смотрим. Ну как только апельсины. ну шо это? Вот два сравнения пропад. Что выбираешь? Свинью или желтуху? Что тебе лучше подходит? О себе как думаешь? Я конечно прекрасный человек, но очень болею желтухой. Или что я уи? Вот приходится выбирать свой портрет. спасибо большое сегодня я уезжаю но скоро вернусь не расслабляйтесь спасибо вам большое за гирлянды ежедневные гуру рати спасибо просто я себя прямо ощущал гуру мне стыдно все время спасибо вам за то что вы слушали ну и за все за все за бананы за яблоки за апельсины за курагу за лакшми но самое большое для меня удовольствие было когда вот столько много людей шикшу приняло еще дальше провести конечно есть какие-то недостатки но это дым это дым огня много поэтому про дым я ничего говорить не буду потому что из меня дым сам исходит лишь бы огонь не погас а то говорят так конечно раньше был огонь сейчас потух но дым еще идет иногда вот это тогда проблема огня нету один дым но здесь есть огонь хотя есть и дым поэтому огонь важен и раз есть огонь дым не имеет никакого значения самое главное не погасите этот огонь старайтесь всеми силами раскочегаривать подбрасывайте туда дрова подбрасывайте дрова не в огонь вожделения я имею ввиду дрова подбрасывать а в огонь жертвоприношения дым будет всегда пока мы здесь в материальном мире даже на какой бы ступени мы не находились дым будет дымок будет идти у кого черный дым у кого там какой по состоянию дров можно видеть дым сырые дрова очень много дыма очень много дыма сухие дрова меньше дыма потом какие дрова вы знаете что разное дерево по разному горит и вот так мы будем приобретать квалификацию что потом будет что-то гореть и дыма будет почти мало так чуть-чуть коптит спасибо большое спасибо большое вам и что не дыма и сундра ки дыма Продолжение следует...